День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Ну, в какой-то степени даже философская, где министры попытались выяснить вот в таком откровенном разговоре, почему общество их не любит. Ну, толчком стал последний, я так понимаю, опрос общественного мнения, который показал рекордно низкий вообще уровень доверия к правительству. Ну, и тут мнение министров, естественно, разделилось. Ну, господин Павлец, министр здоровья, говорил о том, что, видимо, не любит, потому что министры не говорят одним голосом, как он сказал. Каждый пытается, не знаю, оспорить решение, которое принято этим же правительством. С одной стороны, часть министров говорили о том, что потому что по-прежнему существует очень нелогичное ограничение, которое народ все равно игнорирует, вот поэтому нас не любят. Ну, а премьер-министр Каренч сказал так, что народ еще, видимо, не понял своего счастья, и когда он поймет, какие есть достижения у правительства, что у нас все-таки, в отличие от многих стран Европейского Союза, вот эта заболеваемость, ну, все-таки большая, но не такая вот катастрофическая, как во многих странах. Вот тогда народ поймет, в чем достижение этого правительства. Но все-таки, как ты все это оцениваешь? Может быть, действительно, просто общество уже, ну, год прошло, чисто психологически, больше этого терпеть не может. Я имею в виду все этих бесконечных ограничений, наказаний за те или иные нарушения и так далее. Ну, опять же, думаешь, наказаний о том, что ты сказал, не так уж много. С одной стороны. Больше есть проблема именно в этих ограничениях. И действительно, я чувствую, что народ от них устал. И я не вижу, если мы говорим по поводу правительства, да, я тоже не вижу командной работы, но это не только то, что все сейчас должны работать на одну цель, на коронавирус. Я думаю, что там есть и такие действительно непонятные и в самом правительстве даже до конца понятные вопросы, кто принимает решения и почему. Потому что логично было бы, что действительно, все правительство, с одной стороны, помнит, что мы находимся во время пандемии, но, с другой стороны, каждый занимается своим делом. Павлиц занимается тем, что смотрит на то, как способна система здравоохранения это все поглотить и одновременно занимается вакцинацией, а другие министры занимаются своим делом и как бы стараются найти тот формат развития, чтобы и развить отрасль, за которую они отвечают, и одновременно, чтобы не способствовать коронавирусу. Я бы сейчас сказал, что такое, ну, на самом деле, довольно примитивное, но мне непонятно, почему это не происходит. Потому что сейчас одни от всех других министров, в том числе, помнится призыв того же Левитса, чуть не все призывают, чтобы министр образования был главным, который закрывает все школы, министр экономики должен как бы быть главным, который под эгидой коронавируса закрывает все предприятия, так же, как и другие министры занимаются закрытием своих дел, вместо того, чтобы быть наоборот. Типа, должен быть такое некое хорошее партнерство, в котором министры экономики, понимая, что есть коронавирус, ищут варианты, как что-то найти, развить и развивать. Но этого сейчас не происходит, к сожалению. Я не вижу ни одну отрасль, которая сейчас занимается как бы развитием. Министерство сообщения та же, при всем уважении к министру или к его работникам, министерство экономики, министерство финансов, посмотри, что на самом деле происходит. Все министерства занимаются как младшие департаменты по закрытию, по борьбе с коронавирусом. Да, это, ну еще раз повторяю, это очень важная вещь. Но если мы помимо этого не делаем ничего другого, и не понимаем, как мы можем дальше жить, мне это на самом деле волнует, потому что это отсутствие какого-то здравого смысла, она настолько видна на самом деле сейчас, волнует. Да, вот я понимаю, что кто-то может сказать, что это детали, это как бы общую картину никаким образом не меняет, но вот особенно мы видим, когда чуть-чуть все-таки потеплело, такую интересную картину, вот, ну не знаю, это уже, может быть, набило оскомину всем говорить про эти террасы, кафе и бестро. Ну, как бы на этих террасах пока запрещено находиться, и люди, вот, как мы знаем, в этих такие картинки, я думаю, потом музей может будет выставлять, где люди, вот, набрав еду вот в этих пластмассовых коробочках, кто в парке на траве сидит, кто на скамейке, кто в машине, кто ходит по улице и кушает. И, ну, как-то это все очень странно, да, такое ощущение, что задача не столько вот, ну, не знаю, бороться с этим вирусом, сколько создать какие-то там неудобства для населения. Может быть, я не прав, конечно. Нет, ну, я не думаю, что там кто-то специально создает какие-то правила, чтобы тебе и мне навредить. Такого я не верю. То, что я верю, что у нас действительно создается такая, ну, ситуация, в которой люди слишком долго зациклились в своих кабинетах и не видят, что происходит, ну, вокруг по периметру, условно назовем это так, да. И это тоже один из вариантов, который сейчас по поводу того, что ты назвал. Потому что, когда мы видим людей, которые собираются в парках и кушают без масок, потому что с маской кушать нельзя, и вообще там чуть не объявшиеся, но это как бы в парке, и это как бы никто за это не отвечает, а с другой стороны кафе не разрешает, то это создает именно такое, не знаю, как по-русски лучше выразиться, ну, это... Ну, помоги мне найти слова, Абик. Давай, а скажи на латическом, я тогда попытаюсь... Деморализировать все решения, которые происходят в правительстве, принимаются, да. Потому что ты видишь эту нелогичность, и ты как бы начинаешь против этого уже бороться, а не, ну, как бы способствовать этим. Потому что, на самом деле, первый, помнишь, этап, когда была первая часть коронавируса, люди были очень, как бы, ну, сплочены. Они принимали решения, и они их понимали, и из-за этого они более адекватно к ним относились. Сейчас, видя всю эту ситуацию, просто я вижу, что все больше и больше у людей создается не форма поддержки, а форма такого протеста, и протест не против именно даже коронавируса, или, там, как против, можно против него протестовать, но именно против этого всего нелогичного, и это создаёт такое психологическое расстройство, ну, то, что видно повсюду, на самом деле. Потому что именно то, что... И самое худшее, на самом деле, честно говоря, это то, что сегодня приняло СЕМ. Как ты знаешь, сегодня СЕМ только что приняло решение, что 7 мая террасы разрешены. А кабинет министров сказал нет. Извини, не слышал, что ты сказал? Я говорю, а кабинет министров сказал нет, то есть полная путаница, да. Нет, это не путаница. Это, на самом деле, очень хороший формат развода населения, тем, которые это как бы устраивают. Им кажется, что таким образом они всех одурачили. И по-большому, что все выходят счастливы, потому что народ хотел 7 мая, СЕМ его дал. В политике сейчас будет выходить каждый, которому не лень. И ЕКП, который был инициатором этого происшествия, и Ивар Заринч из Согласия. Они все будут говорить, какими герои, как мы все сделали хорошо. Потом найдется какой-то маленький, никому неизвестный клерк из Министерства здравоохранения, которым будет, как видно в этом законе, что пока Кабинет Министра не разрешит, Кабинет Министра уже сказал, что у нас, помнится, есть этот луксофор, не светофор, пока не будет 250, ничего не будет меняться. И та же самая ситуация, помнишь, была еще месяц назад с спортзалами. СЕМ приняло решение, что спортзалы должны быть открыты. Это даже занесено в новых положениях Кабинета Министров. Там написано, что тот же мой бадминтон, теннис, другие индивидуальные виды спорта, как бы можно играть. Только там есть звездочка. Пока Кабинет Министров не сказал да, эта звездочка как бы работает. Еще все еще формально можно, реально нельзя. И вот то же самое будет по поводу Террасы. По-моему, может быть, это прочтив эту новость сейчас в Делфи, и думаю, что народ уже поспешил чуть ли не заказать еду, с 7 мая уже заказывать шашлыки, которые жарят в этих Террасах. А потом они сказали, нет, нет, ребята, это вы не так поняли. Там же была звездочка. Звездочка, да. Там же написано. Типа, пока Кабинет Министров не сказал точно да. А он не скажет. И все как бы, все довольны по большому счету. И это как раз есть тот формат общения, в котором из-за предвыборной обстановки, которая накаляется, вот таких решений будет все больше и больше. Народ будет просто... Там нет такого возить за нос. Нет. Нет же такого единогласного, кто отвечает за этот карнавал. Нет такого человека. Там есть многие совокупность политического процесса. Есть очень много людей, которые в этом замещены, которые дружно этим занимаются. И отдельно, как у Райкина. Пуговицы кто шил? Да, это правда. Не видовато пуговицы. Хорошо. Вот интересно, что сегодня обнародовано такое интервью в журнале Ира Валдеса Затеса, высшего президента, где он говорит, что в частности нам очень нужен какой-то сильный лидер политический. Но можно ему возразить, кто-то может возразить и сказать, ну подождите, у нас есть премьер-министр Калинч. Во-первых, он не вылезает с экранов телевизора. Во-вторых, особенно последние месяцы он довольно жестко выступает. Всем раздает сестрам по серьгам. Всех пытается призвать к дисциплине. Вот он, сильный лидер. Там есть одно... Но я не слышал, честно говоря, как говорили мне, учили когда-то, как жутку. Не читал, но осуждали. И лучше его анализировать, потому что впечатление не мешает. Это была шутка из советского экрана. То же самое и мне. Я не читал интервью Затлерса. Из этого мне легко про него судить. С одной стороны. С другой стороны, я не совсем прав поддерживаю это мнение, ибо сильный лидер, он может помочь тогда, когда есть, как бы, такое единое понимание общества, что делать. И тогда должен быть некий лидер, который это желание, как бы, заносит или воспроизводит, доводит до конца. Я думаю, что у нас сейчас очень плохая ситуация в этом, потому что у нас есть очень много либералов и консерваторов. Ну, будем честны, и все-таки есть национальные, как бы, тоже активности. Есть русский электорат, есть латышский электорат. Хотя он там, может быть, уже и меняется, но это другой вопрос. У нас есть... Не такого, что, типа, весь народ спрашивает, а где же, где же, наконец-то, там, порядок, наконец-то надо всех поставить в строй, да, и все готовы за это идти, и тогда, как бы, на этом фоне появляется лидер. У нас есть желание, чтобы был порядок, но у каждого желание, каждого понятия, что такое порядок, у них по-другому. А у одних волнует то, что есть геи, у других волнует то, что в тукумсе их сжигают, да. У них, ну, и ты сам видишь эту, как бы, противоположность, и она очень-очень яркая. Из этого, в этом случае, яркий лидер нам не поможет. Он может только навредить, потому что, ну, не дай бог, с помощью яркого лидера, сильного лидера, диктатора, мы будем сейчас как кого-то из нашего общества, как бы, сажать в углу или в тюрьме. Это же никто не хочет. Конечно. А сильный лидер такой, который может объединить всех, и тех, и других, я думаю, что пока нету почвы. Потому что, еще раз, для той почвы должна быть идея, на которой он объединяется. У нас же нет этой идеи. По большому счету, на данный момент, и не знаю вообще, какая идея может, ну, и кроме, там, типа, долой коронавируса, как шутка, что вообще может объединить сейчас людей. И не знаю. Да. Значит, вот такой, может быть, еще вопрос, что касается объединения, ну, может быть, людей. Вот, с одной стороны, раньше, ты помнишь, ну, упрекали правительство справедливо, что вроде бы вводятся одни, вторые, третьи ограничения. А вот эта помощь, ну, вот, населению, да, помощь разным отраслям, она фактически или мизерная, или вообще ее нет. Ну, вот сейчас, по-моему, вчера прозвучало на заседании правительства, я извиняюсь, позавчера, что будет общая помощь уже оказана, там, на 5,4, там, процента от ВВП. Ну, это, конечно, все цифры, но, с другой стороны, сейчас уже нельзя сказать, что правительство совсем не помогает. Может, но все равно это не дало, вот, может быть, того эффекта. Ну, общество, как бы, все равно, вот, очень недовольно. Ну, я думаю, что там есть, опять же, та же разделение и та же конфронтация. Ну, вчера я общался с людьми, которые работают в Вилгабе, в кафе, которые занимаются гостиницами и там подобное, они вообще, ну, в ужасе, не понимают, что вообще, как жить в завтрашний день. И действительно в ужасе. Взросленно говорить, с какими-то людьми, которые сейчас получили пособие и были там директорами маркетинга какой-то фирмы, ушли просто отдыхать во время апреля, сейчас хорошие майские дни, отдыхают дома. И они не понимают тех, которые там, типа, как, ну как, все же нормально. Ты заходишь в эту свою, свою позицию, в свой образ, когда у тебя все хорошо, ты живешь там, типа, завтрашним днем, смотришь телевизионные программы, что как еще лучше провести время дома, потому что никуда выйти нельзя, и ты доволен жизнью. И вот как этот человек, который доволен жизнью с помощью пособий, сейчас поймут, хотя у него есть та же стресс, у него есть та же непонятность завтрашнего дня, потому что он понимает, что через, может быть, пару дней или месяцев, недели это пособие закончится. И все же понимают, что так жить, ну нет же такой дыры, откуда взять и тут то количество денег, чтобы это все, как бы, прокормить. Но я боюсь, на самом деле. Да. Вот тоже такой интересный момент, может быть, он такой на фоне пандемии кажется мелочью, но такой интересный момент, мы же все с тобой наблюдаем долгие годы за политическим процессом, можем делать какие-то выводы, параллели проводить, но вот это решение Яниса Виттенбергса поменять партию, с одной стороны, логично, зная, в каком состоянии находится КПВ ЛВ, с другой стороны, когда партии меняют депутаты, ну, вроде ничего особенного, там, одну партию поменяли, вторую, третью, но когда министр, где вот все-таки голоса как-то пропорционально распределяется, получается очень интересный момент, идет такая вербовка вот этих бесхозных министров, и получается, что вроде бы теперь уже у ТБ Весу Латвии три голоса в правительстве, так, может быть, скоро будут четыре, да вот тоже такой интересный момент. Ну, не было такого момента, хотя я не помню, может быть, и даже было, но просто не помню, если честно. Ну, интересный момент, но с другой стороны, ты сам сказал уже правильно, ну, как, ну, Виттенбергс, он за эти четыре года вырос и стал как бы, ну, государственным уровнем, политиком государственного уровня, это же самое, я думаю, про Сандеса Гиргенса, который я вижу, что у него есть поклонники, я не, честно говоря, я не знаю, есть ли поклонники у Рамона Патравича, ну, вообще не до конца понимаю данную политическую фигуру, но это не тот вопрос, который сегодня актуален, и к тому же, там же есть и какие-то другие новые политики, которые тоже там, ну, тот же Межвилов, который возглавлял фракции, который как бы все время в процессе, и другие депутаты, которые там есть, они тоже, я думаю, все почувствовали кураж там быть и продолжать действие, но ясно, что продолжать действие в том формате, который не есть в этой партии, я думаю, что вряд ли там кто-то серьезно думает про какую-то перспективу в этой партии, не верю, хотя, ну, там есть и уже новая такая формация спортивных клерков внутри этой партии, которая борет за там, типа, кто лучше из наших, и это тоже нормальный политический процесс, но я не верю, что там есть политическое будущее, это понимают такие, как Виттенберг, Гиргенс и другие, но не будет искать это место, вопрос в том, что на данный момент эта ситуация по большому счету с нашим правительством настолько неприятная, что, зная, что некому это как бы перенять, зная, что нету готового сценария, лучше прикидываться, что, типа, там все в порядке, и дышим прикидываться, это то слово прикидываться, что мы делаем вопросы, что у нас все в порядке, это, по-моему, есть то главное ответ на тот вопрос, с которым ты начал передачу, почему сейчас люди недовольны правительством, там нет такого сильно, вот я недоволен, потому что не приняли решение, вот там, закрыть пятый троллейбус, условно, или открыть восьмое, они, ты видишь, постоянно такого, ну, неприязнь, ты видишь такое, ну, постоянно какое-то такое, ну, пялость, непонятность, прикидывается, кто-то как-то, но это все есть то, что раздражает, и это просто иногда, это как, условно говоря, когда муж с женой долго жили вместе, там накопилось что-то, и ты в один момент просто там бьешь эту кружку, и это не потому, что она не так закрыла кран в кухне, это потому, что, условно говоря, накопилось, накопилось, они будут, или вот предвыборная кампания, она несколько другая, чем была до сих пор, да, я все понимаю, что произошла административно-территориальная форма, место 119 в своем управлении, 42, в 41 выборы, ну, вот как ты чувствуешь, может быть, пандемия внесла какие-то коррективы, но с такой активной предвыборной кампанией я не вижу. Ну, это тоже нормально, потому что наши политики должны сейчас, муниципальные политики должны адаптироваться к ситуации, до этого там были другие форматы, ты мог делать, я помню, по своему городу и по всем другим городам, что типа есть праздник города, там по пять дней до этого есть открытие новой школы, есть открытие детской площадки, открытие новой улицы, новые фонари, ну, и там подобное, но это все то, что сейчас нельзя, ну, это надо как бы менять, это надо найти другие формы выхода, я думаю, что то, что есть сейчас очень важное в этих политических выборах, что выиграет как раз, ну, те люди, которые больше всего известны и так, потому что сейчас эта предвыборная кампания, это не та, в которой ты можешь ярко как бы поднять новые звезды на муниципальных небоскловах, потому что там их, ну, нету этого лифта, как их поднять, потому что, еще раз говорю, там до этого было, ты мог идти по улицам, ты мог придумывать яркие ходы, ты мог там делать какие-то пикеты, акции, условно говоря, на велосипедах кататься, или там другие какие-то, ну, был большой-большой набор инструментариев, которые сейчас ограничены, из-за этого по-большому, что я вряд ли буду сейчас искать новых лиц в своем городе, я буду смотреть, кто из неизвестных, старых участвует, и за одного из них я проголосую, из-за этого, на самом деле, это, это, как бы, преимущество действующих, с другой стороны, чтобы мобилизировать действующих, ты должен, должен иметь какую-то, ну, стержень, да, например, там есть и город, я говорю сейчас, большие города, Лепа, Юрма, Лавенспилс, Рига, ну, Рига не участвует, Ялгова, Мояжа и другие, тогда, например, ну, я сейчас скажу про поводу своей ЛГАВы, 60 тысяч населения, ну, так, в среднем, да, из них 30 тысяч может голосовать, из них 15 тысяч приходят на выборы, по большому счету, а даже иногда меньше, очень мало, из-за этого, для того, что ты попал в город, ты должен попасть, фактически, иметь один процент, одно место было до этого 1 тысяча людей, ну, так, среднее сейчас, цифры средние, да, чтобы собрать 1 тысячу людей, старое время, если ты был, там, директором школы, если ты был, например, муниципальный, уже действующий мэр, ты мог мобилизировать и школы, и муниципальные предприятия, полицию, общественный транспорт, коммунальников, и там подобное, это тоже сейчас будет, с одной стороны, может быть, административно, это возможно, там, типа, отправил имейл всем, разослал какие-то ценные указания, разослал, ну, ну, мобилизировать так, как это было до этого, будет труднее, потому что ты должен к ним попасть, ты должен к ним съездить, ты должен с ним наочно общаться, то, что сейчас данный, случай, мэры, ну, не имеет таких возможностей, но то, что меня больше пугает, честно, то, что ты начал говорить, и это, ну, как бы, выборы в муниципальные, но в выборах, поскольку есть реформа, уже меньше зависимости от таких называемых маленьких князей, которые до этого, там, была партия наша, наша Аллуа, наш Пурция, со словом говоря, наш Тенгеракс и будущие Тейки, да, ну, ладно, я их сейчас переношу на Ригу, как бы, да, ну, неважно, таких уже больше нету, потому что сейчас, фактически, все должны объединяться в большие партии, и партии, как локомотивы, или как франчизы, или как бренд, должен, как бы, помогать выборам, в том числе, отдельно взятых в субъектах муниципальных, и я вижу, что это будет влиять тоже на большую политику, как это, адекватно, да, но вопрос, как это будет влиять, потому что, если будет влиять вот так, как это сейчас влияет, сегодня седьмого, по поводу решения седьмого мая, то, типа, будут такие декларативные входы, давайте прикидываемся, что мы разрешаем террасы, потом найдем левого чиновника, который это запретит, все, и если такие решения будут, все больше и больше, до выборов, я думаю, что, ну, там есть же какой-то предел этому лицемерию, который народ может вытерпеть. Кристиан Розенвальц, у нас на прямой связи, оставайся, пожалуйста, на связи, буквально минута у нас, короткая пауза, да, потом вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова на твой взгляд, есть ли у него шансы или, не знаю, поколение сменилось, время ушло, как тебе кажется? Вопрос будет его подхода и, ну, то, как он себя представит. Во-первых, ну, Шлессерс не приходит первый раз, помнишь, он там, он вернулся уже, по-моему, как, не знаю, как в голливудских фильмах, да, там уже новые серии, опять я вернулся. Потому что, помнишь, он вернулся в восьмом году, когда он приходил обратно с Шлессерс, со Шеллой, и там, и так. То, что я вижу, где у него была проблема, это то, что я учу студентов по поводу коммуникации. Ты должен сначала привлечь внимание, это у Шлессерсов всегда было, и ты должен, следующим шагом является, как бы, успокоить или подготовить почву для его, как бы, на следующего призыва, да, и в этом случае у Шлессерсов иногда бывает проблема, что он приходит не с неким, неким долей извинений, в том числе, что, ребята, мне тот раз не получилось, но у меня есть хорошая идея, потому что, как это я говорю, когда общаюсь с студентами, тогда ты не можешь прийти ко мне в квартиру, попросить еще раз одолжить 5 евро или 5 рублей, потому что ты еще не отдал старое, ты не можешь мне сразу говорить, слушай, у меня есть хороший проект, давайте, дай мне еще 5 евро, сейчас там, типа, у меня есть хорошая идея, еще раз, подожди, ну ты же не отдал мне ту, ту еще, и еще ту, и ты еще не отдал мне, и это, из-за этого, ты сначала должен, как минимум сказать, ребята, я помню, я не отдал, но мне есть еще хорошая идея, и тогда я готов его как бы начинать выслушать, а пока он не как бы не извинился, ну не то, что извинился, не оправдался за друг, предыдущие, а начинает говорить, что типа он самый лучший, который все ожидают, я думаю, что там есть какой-то, ну, барьер, который не разрешает мне это воспринять, если он эти ошибки поймет, если он начнет говорить, что типа у него были ошибки, но с другой стороны, я вижу, что народ соскучился по адекватным идеям, потому что так это есть, люди на самом деле, после этого всего, что происходит на этом правительстве, и то, что говорил частично из Атлас, хотя я противоречу, сам себе поводу этого, что нету этой идеи, люди хотят видеть во время, в стране рулевого, которые адекватно принимают решения, и Шлесерсу точно один из них кандидатов, который может быть, потому что, да, он был плохим или хорошим, как кто-то считает, но никто не оспаривает его, как бы, возможности, или его, ну, уровень полета, но вопрос в том, готов ли он это, как бы, продать нам так, чтобы мы забыли про то, что он мне уже должен, эту пятерку, которую он мне, как бы, не отдал, это вопрос, я верю, что он это, он, он прямой, он может поменяться, и прийти по-другому, не акцентировая, что он самый лучший, и там, но, еще раз повторяю, я вижу очень много людей, которым, то, как управлялась страна, при того же Шлесерс, или Шчейла, или другие лидеры, которые были, ну, которые, как бы, сначала шутки взвешивали, а потом принимали решение, а не так, как у нас сейчас это происходит, когда я частично думаю, сравниваю, что у нас есть такое, несмотря на то, что наши министры, как бы, даже, ну, не подростки, но именно этот формат общения, я сравниваю с подросткостью, или, я не знаю, в слову, как правильно, с подростковым возрастом, да, конечно, да, потому что, как они принимают решение, типа, я же имею право говорить, почему вы не разрешаете, дайте мне по возможности, порулить, я тоже имею мнение, но эти все, как бы, ты знаешь, такие подростковые, выходы, выходки, или как им правильно сказать, выходки, это есть то, как я вижу, особенно, это в наших, ну, и КП, и КП, и ВЛВ, и в этом, и в том новом сейме, который выбран, типа, все, что было до этого, неправильно, все менять, условно, как я шучу, как пример, что, типа, подросток, сначала, как бы, собирая свою комнату, выбрасывает мусорник на улицу, потому что он не хочет, чтобы мусорник был, и только потом начинает думать, а где же я буду ставить свой мусор, это есть тот формат, как бы, подросткового мышления, которое я сейчас вижу в нашем правительстве, и наших новых политических, как бы, тенденциях и партии, и тот, вот, тот Шлессерс, который был такой, условно говоря, более зрелый, и другие, они, как бы, приносят другую идею, которую многим, которые жили и в подростковом формате, и взрослым, они, как бы, эту идею воспринимают, хотя он не один такой, который там может принять, как бы, показать такой антиполис этому подростковому формату. Конечно. Вот еще такой вопрос, который я хотел задать, вот, может быть, действительно, правительство такое ощущение, что оно само помогает умышленно, неумышленно помогает конкурентам, но вот мы сейчас наблюдали всю эту эпопею, уже даже не хочется об этом говорить, но тем не менее, вот всю эту эпопею с закупками, не закупками этого вакцины, еще вот в ноябре, декабре прошлого года, в результате нашли двоих, ну, не знаю, виновных или стрелочников, и сказали, ну, ладно, один, который возглавляет агентство лекарств, ему вообще ничего, айзрадимс, да, вот это замечание, а вот госсекретарь, мы ее все-таки отправим руководить, ну, один из руководящих постов, инспекция здоровья, и многие говорят, подождите, а что это теперь такая ссылка, инспекция здоровья, да, или, что это такое вообще, то есть если человек виновен, он должен за это отвечать, да, вот если не виновен, значит не должен, это что такая за странная ротация? Ротация-то нормально, а странное в этом другое, что я призываю искать не то, что виновных, но вину для того, чтобы как бы в прошлом такого не повторилось бы, но в этом случае я не вижу, что мы искали вину, а мы искали виновного, это не одно и то же, и когда мы ищем виновного, вместо того, чтобы искать вину, мы на самом деле себя наказываем повторно, потому что вина не нашлась, виновный нашелся, иногда он даже невиновный, и потом мы начинаем еще сделать новый цирк, о том, что действительно мы деморализируем формат государственного управления, пересылая, потом увольняя и там подобное, потому что вопрос в том, что где вина, а по поводу вины мы с тобой уже обсуждали до этого, потому что с одной стороны, мы боимся принять решение, и почему та же Винтела, и я ее поддерживаю в этом случае, не принимал решение, потому что, во-первых, никто не способствовал этому решению, все были примерно так, что если бы она взяла только Pfizer, дорогое, все бы упрекали, что она вор, который скорее всего зарабатывает, почему бы купили самое дорогое, когда мы не купили самое дорогое, покупали как бы AstraZeneca, которая сейчас оказывается не всем нравится, или там другие самые вакцины, тогда оказывается, что она чуть не специально это делала. Еще раз, у нас нету адекватного отношения к государственному принятию, принятию государственных решений. Нормально было, если бы не было этого дудратского фона, нормально бы, я думаю, та же самая Винтела, и эти люди, которые за нее стояли, они бы купили то, что тогда было возможно, и там подобное. С другой стороны, еще раз, Ваопабик, ну представь себя и меня в этой ситуации, там типа, никто не, никому не ясно, что какие будут вакцины, никто не знает вообще, там где-то уже, то сейчас все умные, тогда же не было известно, какая будет хорошая вакцина, которая будет плохая, и там подобное. Тогда были три разные подрядчики, которые как бы друг другу перехвалили себя, как они будут лучше, чем другие. Вот в этом фоне ты должен был принять бы решение в ноябре, в октябре. Ну извини, какое бы решение ты принял? Ну почему мы не смотрим на это через нормальные людские призмы, и тогда смотреть, как принимается решение. И тогда лучше всего в такой ситуации, вместо того, чтобы принять решение, как делает наше правительство обычно, не принимать решение вообще. Типа, пусть самотеком, ну хоть кто-то же нам что-то предоставит, давай подождем, посмотрим ситуацию. Но так же не будет, что никаких вакцин не будет. Но скорее всего же будет, ну как по законам жанра вашингтонского консенсуса. Рынок сам найдет место, и как бы приспособится, и в конце концов, Уоллайн Фарм или Ригес, там Гриндекс, это все сделает. А вот не получилось как-то. Ну еще раз, ну вина же не Клэрка. Вина в том, что мы вышли из этой ситуации и нашли стрелочников. И скорее всего, сегодняшнее решение о том, что делать, берем вакцинации, как заниматься вакцинацией в этих больших вакцинационных центрах, которые иногда пустуют неделями, потом на два дня быстренько зарабатывают. А с другой стороны, там спорт в том же взаимоголосовом вискайс-центре или в других олимпийских центрах не разрешен, потому что как бы все время они ждут, пока придет новая партия и там подобное. Ну это же, вот это же есть те решения, которые мы так и не приняли решение, не оценили вину. Ну а знаешь, у нас с тобой тоже был разговор на этом, ты можешь сделать лечебное дело и заниматься выздоравливанием только в случае, когда ты понимаешь диагноз. Если ты не понял диагноза, как ты можешь лечиться? У нас даже просто, а мы от разговора по поводу диагноза выходим, мы ищем виновного. Кто виновен за то, что я заболел там, типа не знаю чем. Ну какая разница, кто виновен, какой диагноз, что делать надо? Я не вижу этого разговора. Да, к сожалению, этого разговора нет. Ну и у меня создалось такое ощущение, что, ну фактически, те министры, которые представляют вот определенные партии, ну фактически полностью сейчас никакой команды единой нет. И каждый, понятно, что они уже думают о выборах, которые будут через полтора года. Но и мне кажется, что уже настолько и политики устали от всего этого и не знают, как правильно поступить. что вот поэтому, мне кажется, вот такая вот ситуация в правительстве сложилась. там есть одна вещь, которую мы можем на прощание обсудить сейчас. Когда это началось еще, я думаю, когда началась та тенденция, которая еще ухудшила дела в этом правительстве? Я думаю, это было с заявлением Левитса, в котором он, вместо того, чтобы поддержать дискуссию о том, что должна быть, ну, она начала, она начала, он начал угрожать тем, что типа все, которые пойдут мне в один строй по жандру Министерства здравоохранения, чуть ли не будет плохими и уволен. И это была та дискуссия, которая, как бы, уничтожила дискуссию. И это, на самом деле, очень важно, потому что у нас нету ни одного главного лидера, который, как бы, призывал бы именно за то, чтобы каждый занимался своим делом, чтобы была эта командная работа, чтобы там министр здравоохранения занимался именно своими делами. Их у него очень много. Другие ему помогали, но одновременно занимались бы своими делами. И одновременно министр здравоохранения помогал бы, например, не знаю, Министерству образования выйти из кризиса того же спорта, экономики и сообщений и тому подобное. Сейчас какое, может быть, общее такое понимание, когда ты, с одной стороны, видишь, что весь транспорт, весь транзит, вся авиаперевозка, весь туризм, все общественное питание это все заглохло, это все как бы фактически уничтожено и, скорее всего, я уже не знаю, как оно поднимется с ног. И, с другой стороны, все как бы должны говорить, да, это все правильно, правильно, потому что вот такие решения. Но это же не логично по большому счету. Потому что не было этого адекватного понимания, потому что действительно, на самом деле, по поводу тех же террасов. Но если люди и так кушают, например, я понимаю тоже позицию того же Павлица, который по большому счету, он тоже заложник, будучи либералом, который вместо того, чтобы принять решение, типа, мы полагаем, что действительно лучше, пусть не кушают в террасах, особенно сейчас, когда это, посмотрите, сегодня какая погода прекрасная. Да. Пусть не кушают в террасах, но под контролем и под самоконтролем и ответственностью самого владельца этого места. Всем хорошо, все идет вперед, ну, как бы, все адекватно. Одновременно, типа, вот эти решения не принимаются. И потом, опять же, мы спросим, а почему они друг друга не понимают? Ну, как они могут друг друга понять? Как они могут друг друга понять, если Линкадис должен каждым днем заниматься тем, чтобы зарубить еще больше вопросы того же транспорта? или там того же транзита? Ну, как он может, ну, ладно, ну, может быть, он уже смык, адаптировался в этой ситуации? Слава Богу, что есть такие Виттенберг, которые не адаптируют, которые должны эту дискуссию, как бы, как бы, поднимать. И президент, он должен быть, как только-то отец, который помогает этому делу. А сейчас посмотри еще раз, вот то, что я сказал по поводу этого кабинета министра. Посмотри, какая проходит дискуссия. Что есть только один вопрос в стране, который нам решается. Такое ощущение, что да. Да, ну что ж, надеемся, что все-таки как-то разум возобладает. Действительно, все-таки лето, я думаю, что придет, и действительно запрещать... Аббек, это уж точно, лето точно придет. Да, вот это хоть... Это точно придет. Это хоть один позитивный момент, и будем надеяться, что эти ограничения, которые, наверное, должны быть, пока у нас нет такой массовой вакцинации, но они все-таки будут действительно какие-то логичные и продуманные, потому что, как мы знаем, любой запрет, но должен иметь хоть какую-то логику, и самое главное, чтобы мы понимали, что этот вообще запрет возможно хоть как-то соблюдать и контролировать. Аббек, я думаю, что на прощание я тебе скажу, знаешь, как я скажу, мы тоже с тобой это уже говорили, мы должны смириться, что это такая участь к нам пришла, дом наш человеческий, и сейчас, на данный момент, видно, что происходит в Китае, в Индии, видно, как начинаются третьи, четвертые, и будут еще и пятые волны, когда есть все новые имитации и тому подобное. Нет смысла нам сейчас друг друга страшить. Есть смысл сейчас, наконец-то, то, что люди призывали уже в прошлом году. Ребята, ковид есть, он будет. Привыкаем, что мы выходим на улицу с масками, привыкаем, что мы едем в транспорте с масками, привыкаем, что мы даже друг друга в школу везем на маску, с масками, привыкаем, что есть другие ограничения, но смотрим, как с помощью этого ковида жить, как с ним сживаться, или как правильно сказать, жить вместе. Сосуществовать, да. Сосуществовать. Да. Ну, потому что сейчас я все еще видел такое, что типа у нас как будто есть возможность, мы живем сейчас в 2021 году в мае в режиме, который был в феврале, как будто еще пять недель потерпим и ковида не будет. Ну, будет еще ковид, то, что говорят, там, типа, смотри, и российские, и немецкие, и другие аналитики по поводу именно инфекционистов. Он еще в следующем году будет. Но еще раз, ну, мы-то должны наконец-то думать, как с ним жить, а не как как прикидываться, опять же, лицемерно, ну, то, что вот сегодняшний режим по поводу того же решения Сейма, как прикидываться, что мы как бы будем сейчас через пять минут и мы сборим, будем победим победим его. Конечно. Это есть в лицемерии. Это напоминает, там, типа, знаешь, когда я шел в детстве с мамой прогуливаться, я спрашиваю, мама, этот коммунист будет в 2001 или 2020 году? Ну, люди, помнишь, в наше детство верили? Да, верили, конечно. Ну, не то, что верили, нам внушали, что он будет. Ну, не будет коммунизма, не будет выигрыш, победа над ковидом в этом году, но зачем нам себя обманывать, лгать? Да. Мы должны жить, жить именно о том, что, типа, быть осторожным в том, чтобы вакцинироваться, маски, не ходить и там подобное, жить надо. Жить, это ключевой, наверное, аспект. Кристиан Озенбальц был у нас на прямой связи, большое спасибо. Спасибо. Вы слушаете радио Болтков.